привет с вами криптонист меня зовут владимир и сегодня мы будем говорить о транзакциях биткоина я общался со многими нашими клиентами пришел к выводу что большинство из них представляют ложную картину о транзакциях а эта тема представляет из себя серьезную платформу для понимания что такое bitcoin в процессе лекции я буду упрощать формулировки так как цель данного видео это доступно и по смыслу объяснить что такое транзакции данная лекция будет состоять из двух частей первая часть будет теоретическая где мы будем моделировать транзакцию на доске а вторая часть практическая где мы будем разбирать реальные транзакции в обозревателях блокчейна и совершать транзакции в ручном режиме поехали и так говоря о транзакциях мы не можем пройти мимо такого понятия как блоки всем известно что в биткоине и многих других криптовалютах транзакции группируются в блоке блок это единица минимальная единица хранения информации в блокчейн блоки между собой криптографические связаны что препятствует внесению любых изменений в блокчейн множество блоков называется блокчейна часто блокчейн сравнивают с книгой бухучета те кто плохо представляют книгу книгу бухучета давайте нарисуем вот такой вот книгу в упрощенном виде это будет журнал учета денег бухгалтер приходит на работу и первое что он делает он фиксирует остаток на начало дня то есть он считает количество на денег количество кэша далее он совершает повседневные операции внесения выплаты внесения выплаты и в конце рабочего дня он фиксирует остаток на конец дня далее на следующий день бухгалтер также приходит на работу и первое что он делает он фиксирует остаток на начало дня который равен остатку на конец предыдущего дня то есть он его берет отсюда далее он совершает операции и фиксирует остаток на конец дня в итоге мы получаем журнал где все записи и все страницы этого журнала математически между собой связаны и при внесении каких-либо изменений вся остальная часть журнала будет неверной блокчейн имеет очень очень похожую по смыслу структуру где транзакцию можно приравнять к одной записи страница журнала будет равна блоку а весь журнал будет равняться всему блокчейну в блоке может быть множество транзакций пятьсот тысяч и две тысячи есть конечно же ограничения мы же в этой лекции будем говорить о единичной транзакции следует понимать что биткоин работает не так же как фиатные деньги фиатные деньги это фидуциарные деньги фидуция в переводе с латинского означает доверие это бумажные кредитные символические ничем не обеспечены деньги основанные на доверии государству которые их производят например если друг у меня попросит 100 рублей то я могу достать из своего кошелька 100 рублей и передать ее другу транзакция начинается в момент когда я достаю купюру и заканчивается в тот момент когда я ее передаю другу в биткоине это работает немного не так так как не существует никакой материальной единицы в виде биткоина и не существует никакого идентификатора который позволил бы нам определить тот или иной биткоин это создает определенную сложность как мы можем что-то передать если это не мы не можем это держать в руках и мы не можем это как-то идентифицировать например купюра у меня она есть в руках я ее держу она материально и у купюры есть порядковый номер у биткоина этого нету но вместо этого в биткоине мы можем передавать права и существенным отличием биткоина от фиатных денег является то что мы не передаем и не перемещаем биткоины а мы передаем право владения и право пользования биткоинами отсюда следует что транзакция в большей степени будет содержать информацию о передаче прав между участниками сети итак давайте попробуем совершить транзакцию первое что мне необходимо сделать это дать имя нашей транзакции имя должно быть уникальным и имя позволит нам идентифицировать эту транзакцию среди множества других транзакций в блокчейне пока что мы это поле оставим пустым попозже мы его заполним далее мне следует определить откуда я возьму биткоины и здесь еще одно существенное отличие когда я хочу купить супермаркете что-то и когда я расплачиваюсь с кассиром я достаю купюру мне не нужно перед кассиром подтверждать откуда я взял эту купюру это абсолютно неважно то есть у меня есть купюра я ее могу потратить в биткоине для того чтобы потратить средства первое что нужно сделать это определить откуда мы их возьмем то есть нам нужно сослаться на источник источников может быть много у меня в примере будет три источника подобно тому как когда мы расплачиваемся в супермаркете у нас есть кошелек и нам нужно набрать достающую сумму из каждого отделения кошелька точно также при совершении транзакции нам нужно в нашем криптовалютном кошельке набрать соответствующую сумму для совершения транзакций когда мы ссылаемся на источник это называется вход или на английском input далее что нужно сделать нам нужно определить куда мы направляем средства и то куда мы направляем называется выход или на английском output ну естественно здесь понятно что все что мы набираем здесь перемещается на выход для того чтобы вся эта структура работала существует правило которым обязательно мы должны следовать и первое правило очень важное звучит так вход используется полностью то есть например если мы отправляем 5 биткоинов другу и у меня вот на этом входе 10 биткоинов я использую все 10 я не могу отправить 5 биткоинов только либо какую-то часть то есть я обязательно должен использовать весь этот вход все все что есть на этом входе чуть позже вы поймете почему второе правило звучит так если мы приравняем все входы к а а выходы к б то а должно быть больше либо равно б это очевидное правило также как когда мы расплачиваемся в супермаркете нам должно хватить денег в кошельке чтобы совершить покупку так и здесь для того чтобы совершить транзакцию нам должно хватить денег на входах третье правило звучит так если а больше б то разница между а и б будет являться комиссией которая уйдет майнеру утвердившему блок то есть если у нас здесь 10 биткоинов мы перемещаем 5 10 минус 5 равно 5 соответственно 5 биткоинов уйдет на комиссию и многие из вас сейчас зададутся вопросом что это действительно огромная комиссия это как-то нечестно и неправильно и вы будете абсолютно правы разработчики биткоина понимали что в львиные доли транзакций входы будут всегда существенно превышать выходы и для того чтобы не переплачивать деньги за комиссию они придумали весьма эффективную штуку как сдача сдача это дополнительный выход который мы отправляем сами себе и например давайте уже нарисуем например мы хотим отправить пять биткоинов другу у нас в этом входе полтора в этом входе полтора а в этом входе у нас три биткоина и соответственно сюда мы отправляем пять биткоинов а здесь у нас будет 0.99 биткоинов которые мы отправим себе в качестве сдачи 0.01 биткоин куда он делся дело в том что опять же мы рассчитываем все по формуле а минус b равно комиссия то есть 0.01 биткоин уйдет майнинговому пулу который утвердит этот блок обратите внимание что мы сюда не записываем никогда выход еще один в качестве комиссии это нецелесообразно так как транзакция будет содержать еще один выход она будет больше весить в байтах и соответственно она будет дороже поэтому вот именно поэтому разработчики вот придумали это да то есть зачем писать еще один выход если можно всегда рассчитывать комиссию исходя из формулы а минус b сдача работает точно так же как и в фиатных валютах то есть мы даем 100 рублей в супермаркете нам дают и покупаем что-то на 30 рублей нам дают сдачу в 70 рублей а точно также работает и биткоин за одним единственным исключением что в биткоине сдачу мы отправляем сами себе в современных криптовалютных кошельках вся эта история скрыта почему потому что современные криптовалютные кошельки хотят быть юзер-френдли то есть они рассчитывают на то что ими будут пользоваться массы чтобы биткоин и другие криптовалюты стали более популярными и для этого нужно упрощать все чтобы пользователь не думал при отправке 5 биткоинов откуда он будет брать вот вход вот здесь а потом еще нужно добавить вход а мне не хватает а я добавлю здесь ай блин надо еще сдачу себе сюда сколько ее посчитать а еще и комиссию то есть всего этого нету все очень просто в кошельке вшиты алгоритмы которые автоматически все это рассчитывают и также баланс кошелька если реально посмотреть на кошелек то у него может быть в 20 разных адресах могут быть содержаться средства обычные то есть современные кошельки они представляют баланс в виде просто одной цифры то есть они все автоматически суммируют и предоставляют информацию в удобном виде это у нас такая стандартная транзакция то есть несколько входов и два выхода и как правило вход выход один мы отправляем человек который мы хотим отправить средства другой выход мы отправляем сами себе естественно если а будет равно б то у нас будет один выход достаточно часто можно встретить в обозревательных блокчейнах ситуацию где есть например один или два входа и 20 выходов что это такое как правило это транзакции которые совершают организации онлайн сервисы либо биржи то есть бирже невыгодно отправлять например 20 транзакций отдельно каждому человеку по транзакции почему потому что комиссия рассчитывается исходя из объема в байтах транзакций и представьте в первом случае у нас есть 20 отдельных транзакций и структура транзакций будет следующая будет 20 входов и 20 отдельных входов и 20 отдельных выходов и это больше потому что возможно там еще будет выход в виде сдачи и другой случай когда у нас будет одна единственная транзакция где будет один вход и 21 выход вместе со сдачей естественно второй вариант будет меньше весить в байтах и он будет намного дешевле обходиться биржи именно поэтому когда мы выводим деньги с биржи возникает некоторый дилей да то есть некоторая задержка и она связана с тем что биржа набирает определенный пул транзакций и потом разом отправляет всем и вот в этом в этой транзакции в 20 выходах вы можете обнаружить один как раз выход со своим публичным адресом в самом начале я говорил что мы не передаем и не перемещаем биткоины а мы передаем права друг другу и права передаются благодаря условиям которые задаются в транзакциях и здесь как раз начинается тема шифрования открытого ключа или шифрование публичного ключа если очень коротко то шифрование публичного ключа это разновидность асимметричного шифрования где у нас есть приватный ключ и публичный ключ приватный ключ мы держим в секрете публичный ключ мы распространяем сеть приватный ключ нам позволяет тратить средства публичный ключ нам позволяет получать средства приватный и публичный ключ имеют строгую математическую связь если пойти чуть дальше то с помощью приватного ключа мы можем рассчитать публичный ключ. Обратное преобразование рассчитать с помощью публичного ключа приватный невозможно. Можно представить следующую аналогию. Можно представить приватный ключ в виде обычного ключа, а публичный ключ в виде замка. И давайте представим, как будет происходить транзакция в реальной жизни, то есть визуализируем это. Например, я хочу получить средства какие-то. У меня есть ключ и есть замок. У них есть строгая связь. Ключ может войти в гнездо замка и открыть замок. Только этот ключ может открыть этот замок. И этот замок принадлежит мне. Соответственно, и ключ принадлежит мне. Теперь я хочу получить средства. У меня есть, давайте представим, какой-нибудь сундук, чемодан, кто что хочет. Пусть кто и представляет. Я представлю сундук. Я беру этот сундук, вешаю на него открытый замок и передаю человеку, который хочет мне перевезти средства. Далее этот человек перемещает туда деньги и запирает сундук моим замком. Он блокирует их. Мои средства заблокированы. Далее он мне отправляет все это ко мне. Теперь давайте рассмотрим полный цикл. Я хочу отправить средства. Что мне нужно? Ну, во-первых, мне нужно открыть замок. Поэтому первое, что я делаю, я открываю замок. Достаю деньги и мне нужно переместить их в другой, чужой сундук и запереть чужим замком. Еще раз взглянем. Что я делаю? Первое, я открываю замок, я разблокировываю средства, так как они у меня заблокированы. Есть условия определенные, которые нужно преодолеть, которые нужно исполнить. То есть я должен открыть замок. А когда я их отправляю, я запираю замок. И что я делаю? На самом деле, когда я открываю замок, это я не просто открываю замок, я доказываю всем участникам сети, что я являюсь владельцем этого замка, потому что я могу его открыть. Я доказываю свое право владения этим замком и всем, что лежит за этим замком. Когда я запираю средства чужим замком, я передаю свои права на тому, кто откроет этот замок. И вот именно так осуществляется передача прав владения и пользования биткоинами с помощью запирания и отпирания замков. Давайте вернемся теперь к нашей транзакции. У меня есть, будем рассматривать для простоты, не каждый вход и выход, да, а лишь первый вход и второй, один вход и выход. Что мне нужно сделать? То есть я отправляю 5 биткоинов, и первое, что мне нужно сделать, мне нужен замок. Не мой, чужой замок, который мне предоставил получатель. И поэтому я просто запираю этот замок здесь с помощью публичного ключа. Задаются условия очень, ну, они такие же, то есть они звучат по смыслу так. Так, потратить эти 5 биткоинов сможет тот, кто предоставит доказательство, что он является владельцем этого публичного ключа. Теперь на входе кто-то точно такие же условия и задал мне. Пап, окей. Кто-то сказал, вот полтора биткоина, потратить сможет только тот, кто предоставит доказательство владения этим публичным ключом. Как только я предоставлю доказательство, я смогу воспользоваться этим входом. И здесь давайте немного детализируем ситуацию. Как мы доказываем? На самом деле, естественно, мы приватный ключ никогда не пересылаем в блокчейн, никому не отправляем. Это небезопасно, мы его всегда держим в секрете. Вместо этого мы используем электронно-цифровую подпись, которая генерируется благодаря приватному ключу. Если перейти в образы, можно представить, что наш ключ может породить маленькие одноразовые ключи. Эти ключи, этими ключами можно открыть только один раз замок. И поэтому это безопасно. То есть мы их можем отправить в сеть, мы можем доказать, что мы являемся владельцами данного публичного ключа, и никто не сможет ими воспользоваться, так как они одноразовые. После того, как мы открываем замок, они ломаются. Это и есть электронно-цифровая подпись, которая позволяет нам доказать, что мы являемся владельцами данного публичного ключа. И поэтому мы здесь предоставляем сиг, signature. И доказываем перед всеми участниками сети, что мы являемся владельцами этого ключа, и в этот момент мы уже можем потратить средства. И так мы делаем со всеми входами, мы удовлетворяем условиям, мы разблокировываем средства здесь, а здесь мы задаем условия. И даже сдача, когда мы отправляем средства самим себе, мы сами себе блокируем средства. Точно с такими же условиями. Итак, мы разобрали самую известную транзакцию на текущий день. Я вчера смотрел, около 50% всех транзакций биткоина совершаются вот по такой схеме и вот по таким условиям. И это называется pay to public key hash. Переводится как заплати по публичному ключу. И следующее, самое последнее, что нам нужно сделать, это нужно дать имя нашей транзакции. Что здесь происходит? Вот это мы сейчас удалим. Если представить все это, проговорился, всю нашу транзакцию в виде сообщения, то имя транзакции будет хэш-значением данного сообщения. Для тех, кто не знает, что такое хэш-значение, хэш-значение – это математическое преобразование сообщения любой длины в строго определенный вид. То есть, например, у меня есть картина, у меня есть музыкальный файл, и у меня есть книга Толстого «Война и мир» в электронном виде. И я могу все это хэшировать, и на выходе я получу, в данном случае используется алгоритм шифрования SHA-256, то есть я получу на выходе хэш-значение длиной в 256 бит. И если я возьму в книге Толстого «Война и мир» и удалю где-нибудь точку, то хэш-значение будет совершенно другим, оно преобразится полностью. Хэш-значение – это своего рода подпись объекта, уникальная подпись объекта. И она здесь как раз нам подходит очень хорошо, потому что, как я говорил в начале, нам нужно имя уникальное, которое позволит нам идентифицировать эту транзакцию среди миллиона других транзакций. И мы задаем как раз имя, которое будет равняться хэш-значению всего этого сообщения. Итак, мы разобрали стандартные транзакции. Я хочу еще поговорить о одной транзакции, уникальной транзакции на весь блок. Эта транзакция, она одна уникальная на весь блок, и она всегда стоит на первом месте. И особенность этой транзакции заключается в том, что у нее нету входов. И как вы догадались, эта транзакция является эмиссией биткоина. То есть именно в этот момент создаются биткоины, и это является наградой майнинговому пулу, который утвердит этот блок в блокчейне. Эта транзакция называется Coinbase транзакция. Она уникальна на весь блок, и она является эмиссией биткоина. У нее нету входов. Во всем остальном эта транзакция точно такая же, как и остальные. У нее есть выходы и есть условия в выходах. Надеюсь, все понятно. Если что-то непонятно, то в практической части, где мы будем разбирать реальные транзакции в обозревателе блокчейна, и где мы будем совершать ручные транзакции, будем вручную указывать входы и выходы, станет все на свои места. И напоследок я хотел бы еще одну визуализацию представить, как работали бы фиатные деньги, если бы фиат работал по такой схеме. Представьте страну, где маленькая страна, и у этой страны есть небольшая площадь, и на этой площади есть ниша. А на нише установлена большая книга учета валюты. И когда каждый человек, например, захотел бы совершить транзакцию, и он хочет этот человек купить, например, на рынке яблоки, то перед совершением транзакции он должен дойти до этой площади, подняться на нишу и записать свою транзакцию. И записать, откуда у него были эти деньги, кому их переводят, и должен огласить это на всю страну, чтобы все жители страны это узнали, и любой желающий смог бы проверить, не жульничает ли он. Далее продавец этих яблок, если он захочет потратить деньги, он также должен в момент перед транзакцией подняться на эту площадь, на эту нишу, и записать всю эту транзакцию. Откуда у него деньги, и куда он их переводит. И вот она как раз, вот эти свойства и ценность, да, биткоина и всей этой технологии. То, что это открыто, это доступно, любой желающий может зайти и найти нужную, интересующую его информацию. Это децентрализовано, то, что нету ни одного единого узла. И отсюда следует, что все участники сети равны перед друг другом. Спасибо вам за просмотр видео. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Владимир, криптонист. И увидимся на практической части. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok